Привет дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал, это у нас игра Stick War Legacy. Мы возвращаемся сюда, дабы устроить новые эпические битвы. Вы пишите мне в комментариях, Воблер, давай Stickman, а где Stick War Legacy? Ну что, мы сюда возвращаемся, дабы устроить новые битвы, но для начала давайте я вам расскажу, что мы уже здесь делали, потому что на канале есть около 50 роликов. 50 роликов по этой игре, начнем с того, что у нас есть 3 режима, классический, турнир, бесконечный. В классическом у нас есть компания, она может проходиться на легком, среднем и самом топовом, хардкорном режиме. Мы проходили на легком и проходили на хардкоре, реально было сложно, то есть можно здесь в принципе пройти на среднем режиме. Также у нас есть, смотрите, зомби режим, бесконечный и смертельный. Мы проходили в легкую, то есть без всяких доната, без всяких суперских там возможностей, со скинами. Мы проходили где-то до, то ли до 30, то ли до 20 какого-то уровня. Также мы проходили с читами, со всем безумием до 108 левела, потому что просто так туда не дойти, там уже идет такой режим, что там вообще капец полнейший. Кто смотрел, тот знает. На канале это все есть, ссылочка на эти ролики есть в описании. Есть у нас турнир, мы проходили на легком, проходили на топовом хардкоре, да, там с донатом бешеным. И то, кое-что мы там не прошли все-таки. То есть можно все пройти еще на среднем режиме. Вот мы на среднем сюда и возвращаемся. Также помните, последний ролик здесь был, это когда сюда добавили сундуки, да. И в этих сундуках уже выпадали различные модификации, то есть различные скины, которые помогают нам лучше воевать. Оболочки. То есть эти оболочки уже выпадали, реально они по-своему прикольные. Видите, у нас есть для рудокопа оболочка, у нас есть для этого яромечника. Каждая оболочка имеет свои какие-то плюсы, свои минусы. Не обязательно, что оболочка дорогая, она крутая, запомните. Потому что есть оболочки, которые работают только против мертвых. То есть против зомбариков, которые для зомби-мода. Есть, которые более-менее подходят. Есть, допустим, зеленая оболочка, она чем мне вообще нравится? Она вроде бы самая дешевая, но зато стикмены строятся быстрее, и они дешевле. Когда вы проходите какие-то уровни, и у вас меньше, то есть мало денег, вот эта оболочка реально крутая, да? Каждая по-своему уникальна и по-своему хороша. Ну, видите, что у меня, допустим, для рудокопа есть оболочка вот эта. Мне кажется, она будет самая актуальна, потому что рудокоп будет дешевле стоить. И рудокопу не надо воевать, ему не надо какая-то крутая оболочка. Яромечник, он уже крутой. Можно, чтобы он дешевле строился и быстрее. Не только дешево, но и быстро строится, да? И также есть другая оболочка, допустим, урон по мертвым, да? Хороший. Есть, допустим, ледяная, она замораживает. Мне она нравится. Но тут, к сожалению, ледяной нету. Мы ее можем, в принципе, прикупить. Стоит 500 кристаллов, у меня 3 500. Это у меня официальный аккаунт. Все здесь заработано своим трудом. А также я сюда уже донатил. Потому так вот можно, в принципе, с донатами играть. Можно рекламу смотреть. Это для каждого свое. Ну что, в принципе, все по оболочкам рассказал. Вот, видите, у меня маг пока что дешевый. Ну, в принципе, неплохо. Тоже неплохо. И давай мы сейчас, наверное, уже перейдем. Смотрите, кампанию мы проходили. Можно к кампании вернуться чуть позже. Давай мы, наверное, все-таки пойдем в турнир. Только выберем сложность. Обычно я сложная и безумная. Мы играли на безумной. Там только с донатом, только с бешеными. То есть там просто так не пройдешь. Давайте просто поиграем на сложной. Посмотрим, что с этого будет. Для того, чтобы открыть каждый режим, нам надо пройти. Да, тут несколько звезд нас собирать. Вот у нас есть шахтер. Наполнение мешка золотом дает бонус. 10% золота в мешке. Вы поняли? То есть чем больше мы добываем, тем лучше. Поехали. Продолжить. И тут мы должны турнир. Вот сегодня у нас для ролика пройти турнир за шахтера. Играть. Поехали. Схватка. Обе команды начинают игру с огромным количеством золота. Если идет такой разговор, значит смотрим. Тут вы знаете, если у нас 25 здесь прокачки, то обязательно у нас будут идти великаны. Поэтому великанов надо сразу качать. Коль нам надо ресурсы, да, мы давай качаем тоже наших этих рудокопов, которые будут все тут добывать. Хотя, с другой стороны, нам эти рудокопы и нафиг не нужны. По простой причине. У нас золото будет здесь даваться. Лучники. Лучников мы возьмем, пока наши великаны будут драться. Лучники все решат. Маг. Ну, черт знает, понадобится нам маг или не понадобится. Может, ну, даже не знаю. То есть он дорого стоит. У нас может даже денег не хватать на этого мага. Вот я бы еще здесь размер статуи увеличил бы до максимума. И корона. Пусть нам дает больше денег. Ну, замковые лучники, возможно, нам не понадобятся. Давай вот так вот мы качнем. Итак, прокачанный у нас великан. Яромечник, лучник. Ярлучник называется. И рудокоп. Погнали. Готов. Да, было такое вот вступление, но надо было его быстренько сделать. Сразу бахаем великаном. А, у нас много денег. То есть можно было даже и мага уже клепать. Так. Видите, лучники дешевле. Обычно не 300, а так вот 150-125. Пока что пойдут только великаны. У них великан пошел, у нас пошел. Пошла драка. Мы сразу отправляем. Наши приносят золото. Сейчас можно даже сделать, чтобы еще один великан пошел. А потом лучники, которые будут сдалека уже постреливать. Надо подальше держать врагов от нашей базы. Так же мы можем сами управлять здесь. Давай. Можно лучников побольше. Ну, я, конечно, загнул палку на 10 штук. Давай, руби. А, у них маг есть. Видите, уже маг пошел. Давай, руби его. Булавой. Дышь, булава. Ого. У них, не понял, что это за капьетон пришел топовый. Какого перца капьетон? Вот нам бы, конечно, не помешало замедление, да, для наших чуваков, которые стреляют. Для наших яролучников. Потому что они как раз бы стреляли по врагам, замораживали. А мы как раз бы накидывали. Пошли вперед. А, я сзади нахожусь. Смотри. Мы сейчас сразу его вырубим. Давай, пошла атака. Сейчас первая битва будет вообще на изи. Смотри. Наши как раз там постреливают. Новый великан у врага вышел. Нас двое, ты один. Количество всегда решает. А, слушай, пока наш бьется великан, можно просто по статую долбить. Смотри. Главное, чтобы они сейчас не вызвали подкрепление. А если даже вызовут, все равно это их не спасет. Вызвали подкрепление. Давай, руби. Они лучников юзнули. Градстрел. Ой, мой великан погиб. Мы тоже. А, чуть-чуть. Да, он, видите, уже мага позвал. Яра Мечникова. Они уже сюда приперлись. Конечно же, мы посмотрим рекламу для того, чтобы у нас, ребята, было как можно больше кристаллов. Отлично. 40 кристаллов нам в копилочку. Две минуты мы здесь боролись. Как показывает практика, здесь первые уровни легкие. Вот самый топовый вот этот, он будет довольно сложный. Обычно тут все простенько и непринужденно. Вин. Классика. Команда начинает грузоваться с большим количеством золота. Двумя шахтерами сражается за уничтожение статуи противника. А, с небольшим количеством золота. И двумя шахтерами. Понятно. То есть, это у нас, видите, мало. Коль мало, значит, мы и прокачиваем наших шахтеров. Потому что шахтеры, это самое главное у нас ребята, которые будут все тут добывать. Конечно же, нам понадобятся какие-то чуваки с мечами. Чтобы мечи у них были крутые. Вот они как раз и будут. И то, что у нас остается уже, бросаем лучников. Лучники, к сожалению, не топовые. Ну, не хватило. Ничего страшного. Сейчас наша задача быстренько сделать еще одного шахтера. Быстрая стройка. У них уже какой-то черт на нас бежит. Давай мы тоже сделаем как раз два яромечника. Они у нас более-менее заряженные. У них уже тоже, видите, уже хочет на нас бежать. У них всего лишь два рудокопа, у нас уже четыре. То есть, у нас быстрее все добывается. Вот не помешало бы нам еще одного, мне кажется, рудокопа сделать. И одного уже яролучника, который бы смог постреливать. Атаковать не нужно здесь, потому что нужно иметь такую армию, которая с одной атаки разрушит вражескую статую. Так как мы подходим вблизь, начинаем атаковать. Он вызывает подкрепление. И если мы не готовы уничтожить статую, то это подкрепление может нас просто в пух и прах разнести. У нас прокачаны только яролучники и яромечники. То есть, другие, мне кажется, даже не стоит создавать. Если бы у нас был прокачан великан, мы бы, конечно, накачанули великана. Так, пока что он у него... Ну, такая армия. Можно побежать, чисто его напугать. Смотри. Чисто шугануть его. Сказать, ну кыш отсюда. Он в панике либо убежит, либо просто постараться перебить его войска. Видите, наши что-то замедляют. Мы, конечно, потеряли. Отходим. Отходим. Давай яромечников сделаем. Как-то быстро они разобрались с ними. Давай, давай, давай. Атака. Ага. Он все-таки успел ударить. Ничего. Умерло два яромечника, а мы без проблем раздолбали вражескую команду. Мы уже здесь можем строить войска в огромном количестве. У нас недостатка золота вообще нету, и мы уже готовы надрать жопу вражеской армии. Без проблем. Здесь же у нас есть различные бусты. Они нам пока не понадобятся. Будет жестко как-то, а мы обязательно их юзнем. Куда же без этого. Но я думаю, это более туда, поближе к топовому уровню, можно будет это все юзнуть. Смотри, у нас очень много золота, мы уже можем бежать. Мы себя обеспечили в самом начале. О, Хонеград стрел пустил. Зря ты это сделал, конечно. Давайте наши рубите, рубите, пошли в атаку. Давайте, разносите статую. У него топовые, а нет, не топовые замковые лучники. Вот, подкрепление пошло, но статую мы разрушили. Быстро и без всяких проблем. Конечно же, мы смотрим рекламу. Сверху у нас собираются звездочки. Как раз еще одна битва, мы сможем открыть сундук. И, может быть, навыпадет какой-то прикольный скин. 40 кристаллов в копилочку. Бой длился 2 минуты 45 секунд. Мы передвигаемся дальше. Нам еще 2 боя, и мы в топе. Да, то есть нам здесь 2 раза победить. Все будет замечательно. Итак, крэйзи, погоня за золотом. Команды начинают игру с 14 шахтерами и кучей золота на поле боя. Это я знаю. Этот режим мы в курсе. То есть наша задача сейчас сделать войска. Можно даже сейчас юзнуть улучшение, которое нам даст бонус к добыче. Смотрите, что мы делаем. Здесь мы обязательно юзаем. Здесь мы тоже юзаем. Наши рудокопы должны прийти и за один раз вынести как можно больше золота. То есть здесь золото будет решать. Как только наша будет первая добыча в шоколаде, значит все остальное тоже у нас будет в шоколаде. Вот так вот просто можно описать наше сражение. Сразу мы яромечников двушку делаем. И нажимаем в атаку, чтобы они сразу бежали в атаку. У них тоже чувак уже будет бежать в атаку. Только у них один чувак, а у нас будет много чуваков. Смотри. Вот они сейчас наши в центре встретились. Пошла битва. Наш парень более прокачанный. Он сразу пошел в атаку. Видите? Здесь же можно сейчас в принципе юзнуть улучшение, да? Чтобы быстрее наши добывали. Таким образом они быстрее возьмут золото. Наши даже бегут и добывают. Добивают врага, видите? Давай, давай, бей. Тут уже на них напали. Все, ребята, хватит. Убегайте, убегайте. Сейчас вам в спину выстрелят. О боже, бедняги. Умерли. Смотри, сколько у нас золота. Этого золота уже достаточно, чтобы четко воевать здесь. У них двое пошло. Мы снова атакуем. Трое. А у нас сколько? У нас 12 выбрано в очереди. Наши яромечники могут... Ага, как они победили? Я не понял, как это вообще произошло? Сейчас наши... Давайте, ребятки. Уничтожайте. По чуть-чуть. Давай, давай. Наши вон строятся сверху. А, это у нас не быстрое строительство. Они не дешевые и не быстрые. Но зато они могут замораживать противника. Смотри. Раз, у них осталось всего лишь два добычка. Все, не надо атаковать. Потому что они обязательно вызовут подкрепление. Надо пока что наращивать силушку богатырскую. Смотри, у нас уже 12 ледяных. Или сколько у нас их? Вообще непонятно. Ага. Они у нас 4. В стаке. 8, 9. Сейчас будет 10. 12 штук будет. Давай, снова пошла атака. У них всего лишь два добычка. На вырубе два добычка и лучника. Все. Враг вообще без защиты. Мы на изи. Все тут победили. Все круто. Мы уничтожили. Мы просто четко катаем. Нет, нет. Пока не надо спешить. Я знаю, что вы хотите статую разрушить. Не надо. У нас уже 4 тысячи золота. Давайте мы еще накопим, чтобы сразу сделать какой-то такой вот мощный удар. Так. Всего лишь 30 секунд подождем, пока наши тут построятся. Чтоб наши уже толпой могли атаковать. Мало ли у них пойдет подкрепление. Видите, у них уже вообще некому добывать. Зато он взял и пустилуки. Я не знаю, откуда он взял золото. А, но это донатная штука, потому кристаллы он юзнул. Ну, в принципе, все возможно. Все, атакуем. За секунду уничтожаем. Его подкрепление всралось и ничего не успело. Вот так вот играет воблер. В Stick War Legacy. Так. Пи-пи-пи. Отлично. Сейчас мы вместе с вами откроем даже сундук. Но для начала надо посмотреть рекламку. Хорошо. Это у нас будет последняя финальная битва. Нам не стоит никуда спешить. Нам стоит сейчас играть следующий раунд. Баррикады. Вас и врага разделяет куча камней. Разбейте их, чтобы пройти. Баррикада никак нам не поможет. Баррикада всего лишь задержит врага в самом начале. Что у нас есть? Ага. Как всегда. Все тратим на наших добытчиков, потому что они самые основные. Как бы смешно ни казалось, здесь нужно не воевать. Это стратегия. А здесь нужно добывать. Больше золота, больше войск. А с войсками, конечно, мы потом уже как-то разберемся. И аромишники наши топовые. Все. И два у нас остается научник. Отлично. Что касается магазина. Давай посмотрим. Оболочки. Ага. Вот у нас один... А почему ящика у нас нет? Открываем ящик. Комоды. Здесь называется он комод. Чпанька. И что мне выпадет? Удиви меня. Ну, в принципе, неплохо. Смотри, 10 кристаллов. Смотрите, нам выпал ледяной. Ничего себе. Копьетон. Такое у нас, по-моему, было. Если он и у нас есть, то нам вернется 100 золота. И еще одна штука. Вы посмотрите. У нас уже 4200 кристаллов. Реально крутая тема, я хочу вам сказать. Реально бомбезно. Ну что ж, давай мы... Как нам? Как нам? Как нам обратно вернуться? Ага, все. Теперь мы идем в битву. Вот. Здесь стена. Она нас, в принципе, защищает. Потому устроим сразу же на все деньги добытчиков. Все равно нам нет смысла пока что атаковать. У врага мы видим топовый лавовый скин. У них яромечники не совсем круто прокачаны. Но зато два чувака... А, он сам этот, типа, бот добывает. Отлично. У нас получается 4 штуки. И на каждую руду можно по 2 штучки добавить. По 2 рудокопа. Значит, сделаем 8 штучек. Смотри. Он уже сломал на одну треть. Сейчас они уже приступят к атаке. И также нам лучники. Но лучники не надо пока что. Потому что они начнут стрелять по камням. А нам этого не нужно. У них 5 штучек. 4 работают. Один стоит. Прогуливает. Смотри. Стоит такой, типа... Зачем оно мне надо? Не буду я камни рубить. Ну, а теперь все. Теперь пошла атака. Давай мы их завалим. Посмотрим, у кого ребята топовые. Давай, вырубили. Здесь мы вырубили. Давай, ты один. Ага. Ну, напади. Руби, руби. Ага, там сам компьютер управляет. Давай, давай. Мы заморозили. Все, он ничего не может сделать. Все. Отлично. Смотри. Ну, такое себе. Как-то прожили. Надо лучники. Он одного послал. Ну, давай мы толпой. Мы уже вчетвером на одного нападаем. Честно? Конечно, честно. Нет, стоять. Не надо бежать. Здесь очень опасно. Давай все-таки лучника возьмем. О, здесь они уже прыгнули. На изи мы их выносим. Смотри. У него уже пошли лучники. Ну, лучников надо атаковать. Ой, а чем атаковать? У нас ничего нету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Заходим в замок. Заходим в замок. У нас 3000. Смотри. То есть мы сразу строим лучников. 3000 золота. В любом случае нам этого достаточно. Давайте. Сейчас наши сдалека уработают лучников. Пока как раз наши войска здесь построятся. Можно даже не выходить. Смотри. Можем сидеть у себя в замке и просто постреливать. Деньги у нас есть. Все у нас есть. Когда создим армию, мы уже появимся на свет, он просто будет в шоке. Не надо. Не надо нам выходить. Не надо нам вот свои подсказки делать. Типа, подсказываешь, мы сделаем свою стратегию. Сейчас мы настроим. Смотри. Я не знаю, сколько у нас там капьетонов. Но, по крайней мере, 7 яромечников точно у нас есть. И сейчас мы этой армией уже будем нападать. Пока мы будем нападать, наши ребятки уже смогут нам еще немножко добыть золото. Я думаю, что победа у нас будет в кармане. Ну, давай. Лавовый скин у него, типа, самый дорогой. Типа, ой-ой-ой. Ну. Еще немножечко. Еще 3 солдата. И сейчас пойдем. 3 стикмена капьетона. Точнее, 3 стикмена яромечника. Так, все. Теперь выходим в атаку. Смотри, какая армия пошла. Вот такой армией уже можно нападать. У нас 8 яромечников побежало. А также 12 лучнострелов. Ну, все. Вам трубец, сказал воблер отец. Хе-хе-хе. Давай, ломай их всех. Разрушите их статую. Меч из калибура. Давай, руби его. Фух. Засыпали. Стрелы пошли. Он вызвал подкрепление. Давай, быстро, быстро. Ох. Видели? Вот это тонкий момент. Тонкая грань победы. И мы ее все-таки смогли сделать. Когда он уже вызвал подкрепление. У нас все. У нас не было яромечников. Наши бы яролучники не смогли выстоять против его армии. Ну, что ж, ребята. Реально победа. Мы с вами прошли. Давай посмотрим рекламку. Ну, что ж. Мы в топе. Отлично прошли. Следующий раунд. Всего мы насобирали две короны. Сложность у нас сложна. То есть, да, не максимум. Там будет, по-моему, перезагрузка. Да, и через три часа я смогу сделать дальше. Можно, конечно, пропустить это все за кристаллы. Ну, в принципе, для следующего ролика мы подождем три часа. Ну, что ж, дорогие друзья. Игра Secure Legacy вернулась на канал. Если она вам нравится, не забывайте поддерживать ее лайком. Если вы впервые на канале, обязательно подписывайтесь. А также не забывайте, что внизу будет по ссылочке. А также там сверху вылезет плейлист, где будут все ролики по этой игре. Если вы их видели, молодцы. Не видели, смотрите. Реально игра очень интересная и крутая. Скоро увидимся. Пока.